На третье межрегиональный пленум Общероссийского профессионального союза работников культуры съехались более 40 представителей учреждений со всего Подмосковья. Учреждения культуры дополнительного высшего и среднего профессионального образования, кинематографии, полиграфии, СМИ, физической культуры и спорта, туризма. В Доме профсоюза в поселке Дубровке собрались все, чья работа связана с творчеством. На повестке дня множество важных вопросов. Для профсоюза важных тем очень много. Первое – это социальное партнерство, развитие социального партнерства, заработная плата работников культуры. Сейчас прекрасно видите и знаете, какое давление идет на нашу страну, на все сферы деятельности. И приоритетом все равно остается член профсоюза, его заработная плата, его достаток, его благополучие. На пленуме подвели итоги работы за 2021 год и определили приоритеты и направления деятельности на ближайшее будущее. Пилот по новой системе оплаты труда педагогов запустит в мае этого года сроком на один год. Эксперимент пройдет также в пяти регионах – это Белгородская, Нижегородская, Сахалинская, Ярославская областях и Мордовии. Сейчас в Московской области сформировалась самая большая сеть учреждений культуры по сравнению с другими регионами. Всего их более двух тысяч. Заместитель министра культуры Московской области Валентина Лиханова отметила, что важнейшей задачей на ближайшее время является обновление материально-технической базы учреждений и реконструкция зданий, требующих ремонта. Понимаем, что из 186 ДШИ у нас гораздо больше нуждается в обновлении и капитальном ремонте, но пока установка делать с участием федеральных средств, поэтому мы максимально отрабатываем с нашим Министерством культуры Российской Федерации, они нас поддерживают. Выступающие также отметили важность привлечения в учреждения культуры и профсоюзы молодежи. Завершилось мероприятие награждением наиболее отличившихся сотрудников. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.